с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 6 октября всемирный день охраны мест обитаний а также день российского страховщика в 1921 году начинает свою деятельность госстрах рсфср эта дата и была принята в качестве дня основания страховой деятельности в стране ну а теперь о родившихся 1732 год в этот мир приходит невил маскилайн английский астроном он многое сделал для оснащения знаменитой гринмической обсерватории более совершенными инструментами и для улучшения точности наблюдений выполнил первое измерение времени с точностью до десятых долей секунды в то время в 1766 году энтузиаст основал британский астрономический ежегодник который издавал до конца жизни он выпускается до сих пор в 1914 году рождается тур хейер дал норвежский этнограф и археолог совершил 1947 году вместе с гумбольдом карентом плавали на плату контики копии плавучего средства древних перуанцев от перу до архипиолога туамоту ну и мы знаем с вами что был дружен с юрием синкевичем постоянным ведущим программы клуб телепутешествий а потом клуб путешественников 1943 год рождается александр шилов российский художник народный художник ссср член-корреспондент российской академии художеств а в 1944 году в этот мир приходит борис михайлов хоккеист многолетний капитан сборной ссср который возглавлял россию как тренер двукратный олимпийский чемпион одним словом хоккейная легенда 1949 год день рождения роберта альфонса или просто бобби фаррелла голландского диджея танцора бэк-вокалиста и известного нам как участника группы бонни м о событиях этого дня 1790 год для широкой общественности швейцарский ювелиры женевы якоб швеп продемонстрировал процесс изготовления искусственной минеральной воды дело что называется заладилось и он основал компанию в 1831 году согласно привилегии короля вильгельма четвертого фирма становится поставщиком таких вот напитков из газа королевскому двору великобритании но в 1834 году компанию выкупают у нас последников швеппа англичане джон кемп велч и уильям ивилл но компания в итоге сохраняет в названии имя создателя основателя и основанной им торговой марки 1812 год русский император александр 1 отвергает предложение наполеона о мире уход армии французского лидера как сказали бы мы сегодня из москвы начинается цитата началось знаменитое отступление великой армии сопровождающиеся целым рядом битв французы этими битвами принужденные возвращаться прозоренной смоленской дороги тысячами гибли от морозов и голода и трупами своими устилали дорогу так писал об алихин 1848 год в вене начинается народное восстание которое вылилось в революцию 1848 49 годов 4 октября император издает указ о распуске венгерского парламента и назначает военным генерал-губернатором венгрии хорватского дворянина елачича а в помощь ему присылает из вены императорские войска когда они выходили из вены к ним вышли рабочие женщины студенты ремесленники уговаривая отказаться от подавления венгерского восстания солдаты встают на сторону народа как это часто бывает восставшие вооружились и город был в их руках на стороне народа были и круги радикальной буржуазии теперь габсбургом было не до венгрии 28 октября войска обрываются в город целые кварталы в рабочих предместьях сожжены участников обороны вены расстреливали буквально сотнями 1889 год в париже у подножья монмартра открывается ночной кабаре мулен руш ну или просто красная мельница на сцене которого впервые исполнен кан-кан по тем временам крайне непристойнейший танец совершил настоящий переворот представлений людей о ночных развлечениях того времени пришедшего сюда в элитное заведение ошеломлял интерьер причудливой комбинации старинного и антикварного с модерном и сюрреализмом восточного с европейским начало работы увеселительного заведения приурочено ко всемирной выставке и завершению строительства той самой эйфелевой башни который как вы понимаете в те времена тоже доставалось за необычность 1917 год в лексиконе американцев появляется новое слово час в литературном дайджесте это слово было описано как музыка которая вызывает у людей желание трястись прыгать и корчиться 1948 год в ночь на 6 октября страшное землетрясение в течение всего 20 секунд буквально разрушает столицу туркменской сср ашхабад около 100 тысяч человек погибли город оказался отрезанным от окружающего мира аэродром железнодорожный вокзал телеграф разрушены эпицентр землетрясения находился в 30 километрах к югу-востоку от города усиления карагаудан подземный толчок имел магнитуду до 10 баллов по шкале рихтера и самое опасное направление горизонтальное подкошенные ударом здания буквально раскачивались и разрушались в почве образовались громадные трещины куда просто проваливались дома и люди по земле шли волны как по бурному морю информация землетрясения количестве погибших и степени разрушения столицы республики не подлежала тогда разглашению союзе советских социалистических республик 1960 год премьера фильма спартак режиссера стэнли кубрика где главную роль исполнил кирк дуглас при бюджете в те 12 миллионов долларов в мировом прокате историческая драма собирает 90 миллионов долларов 1981 год политическое убийство на параде в каире посвященном воинской доблести египтян в последней войне с израильтянами четверо исламских фундаменталистов соскакивают с проезжающего мимо грузовика целясь из автоматов калашникова в упор они убивают президента анвара садата 6 октября 1991 года перед выходом на сцену за несколько мгновений до того как должен был зазвучать его голос выстрелом из пистолета убит певец и композитор игорь тальков о том роковом дне однозначно можно говорить лишь то что вызов на станции скорой помощи был зафиксирован по времени 16 часов 41 минуту прибывшие в питерский дворец спорта юбилейные врачи могли смело констатировать смерть но они все-таки продолжали некоторое время бороться за жизнь музыканта находясь уже в состоянии клинической смерти как утверждают свидетели игорь тальков побежал на сцену и вполне возможно достиг бы зала однако в юбилейном дорожка на сцену сделано с подъемом каждый шаг давался все труднее пробежав шагов 20 тальков упал возле огромного зеркала и его не стало но еще в одном событии подробнее москва 1993 год перестает действовать так называемый пост номер один почетный караул у мавзолея ленина солдаты печатали 210 шагов народ замирал от восторга по сообщению комендатуры кремля пост снимает связи с изменением ритуала в четыре часа дня за три минуты до боя курантов из ворот спасской башни не вышла очередная смена часовых двери мавзолея открылись военнослужащие стоявшие двери повернулись и просто исчезли внутри караул был официально учрежден приказом начальника гарнизона москвы николая муралова 26 января 1924 года за день до открытия временного мавзолея нести караульную службу было доверено курсантом размещавшийся в кремле военной школы имени в цик почетным красным командиром который был между прочим сам ленин на следующий день караул встретил гроб с телом вождя у входа на красную площадь его несли из дома союзов торжественно сопроводил его к траурному залу и занимает место у входа последний раз на службу караул заступил как раз 6 октября 93 в тот же день поступил приказ этот пост снять теперь пост номер один у могилы неизвестного солдата с вами был николай пиуменко в проекте дата